Бизнес – это четкая система зарабатывания денег. Как только пропадает четкость и бизнес становится несистемным, он превращается в базар. Базар тоже приносит деньги, но нестабильно. Именно поэтому, естественно, стремится к ведению бизнеса, что и делает наша героиня – студентка третьего курса университета имени Жубанова Бипсара. Я поняла, что бизнесмен должен иметь свои привычки. Он должен быть пунктуальным, уметь общаться с людьми, планировать свой день. Как признается девушка, в один прекрасный день она нашла то, ради чего ей стоит заизменить свою жизнь путем создания своего бизнеса. Поначалу морально и материально ей помогли родители. Дальше молодая бизнес-леди прошла тренинги тайм-менеджмента по психологии, наладила контакты с поставщиками товара и увлеклась чтением психологических и мотивационных книг. Сейчас у меня появился график, который я планирую на целый день или на неделю. Раньше я могла поспать после учебы, а сейчас понимаю, что этим я теряла зря время. Кстати, для будущих и действующих предпринимателей фонд «Дому» проводит три обучающих семинара. Первый проект называется «Бизнес-советник». Здесь людей обучают психологии предпринимательства, юридическим аспектам и рискам в бизнесе, управлению персоналом и многое другое. Второй вид обучения – это проект обучения топ-менеджмента малого и среднего бизнеса, направлен на поддержку предпринимателей, работающих в приоритетных секторах экономики. В рамках данного обучения предприниматели пройдут трехдневные бизнес-тренинги очень высокого уровня на базе Назарбаевского университета. Также для комплексной поддержки малого и среднего бизнеса в несырьевых секторах экономики с 2010 года реализуется программа «Дорожная карта бизнеса-2020». И, как говорит специалист областного Акимата, любой желающий с хорошей и приоритетной бизнес-идеей может участвовать в этой программе. Есть направление или инструмент к усподдержке в рамках программы – это оказание сервисом поддержки, ведение бизнеса. Вот в этом направлении предприниматели могут бесплатно разрабатывать бизнес-планы и какие-то другие маркетинги, исследования и получить также консультации юридические и другие. Различные программы по поддержке предпринимателей – это хорошо, но еще лучше, если каждый человек будет знать и развивать привычки сильных и богатых людей, а также применять их на практике. Ведь они могут понадобиться не только в бизнесе, но и в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok